СМЕРДЯЧЬЕ Самое загадочное и таинственное озеро Московской области, недалеко от Шатуры. Смердячье. Даже название пугающее. Говорят, когда это здесь была церковь, она ушла под воду вместе со священником. СМЕРДЯЧЬ Правда или вымысел – неизвестно. Однако пейзаж вокруг добавляют мистики. Оно наиболее подозрительное, скажем так, среди всех 30 или 40 круглых озер в Шатурском районе. Вы же видите внешнюю ровную местность. Мы ехали среди болот. И вдруг вот такая кольцевая структура, окруженная краевым валом. Вот мы стоим на краевом валу. Это примерно вот, ну, минимум там на 8-9-10 метров выше уровня. Вот за счет чего такое могло образоваться? Именно круглая форма привлекла любителей внеземных историй. Их версия – озеро метеоритного происхождения. Образовалось 10 тысяч лет назад от падения 20-метрового космического тела. Вы знаете, самое было бы лучше, конечно, найти либо саму метеорит, либо вот эти импакты в большом количестве. Это вот оплавленные частицы, которые возникают при взрыве, при ударе. Совместная российско-американская экспедиция на этот раз попытается расставить все точки над «и» в происхождении водоема. Нам нужно найти правильные места, посмотреть, значит, где там выкопать несколько ямок и взять образцы породы под почвой, под этим вот подпочвенным слоем. Вот, посмотреть, нет ли среди них пород, которые выброшены из больших глубин. Первое – обход озера и сразу любопытные находки. Здесь такой набор камушек самого разного возраста и происхождения. Есть местами вот такие вот камушки, но на них вот такие вот трещинки параллельные. Вот эти вот трещинки, они возникают, как считается, если вот приложить сильное давление и внезапно его снять. Ну, как при ударе очень сильным. Пока это только пробное бурение. Специалисты поясняют, найдут что-то интересное, последуют более тщательные раскопки. Интересно найти какой-нибудь камешек, чтобы видеть. Ну, вот это пошла глина уже, довольно плотная. Глина может многое рассказать, но чтобы увидеть это, нужно копать шурф. Задача ученых – взять как можно больше образцов и провести лабораторные исследования, чтобы сказать точно, действительно ли Московская область в прошлом подверглась метеоритному обстрелу. В составе любого метеорита есть никель. На Земле этого металла очень мало. И если мы обнаружим его в большом количестве, можно утверждать, что здесь было падение космического тела. Ученый с мировым именем, американка Даллас Эбботт, в российской глубинке впервые. Именно ей принадлежит открытие нескольких кратеров на Земле. Самый известный – подводный кратер возле Новой Зеландии. Он образовался в 1443 году. Тогда, по версии Эбботт, в океан упал огромный метеорит, который вызвал мегацунами – волны высотой свыше 100 метров. Вообще, падение метеоритов – обычное явление. Но нам надо понять, какую опасность они могут представлять для человечества. Ведь большая часть нашей планеты – это океаны. А если вдруг метеорит будет достаточно большой, мегацунами нам не избежать. В 2009-м Даллас выступила с новым сенсационным докладом. Малый ледниковый период в VI веке, который длился на Земле четыре года, тоже вызван падением крупного метеорита. За ним последовали извержения вулканов, выброс в атмосферу пыли, неурожая, голод. Итог – мировая эпидемия чумы. Всемирный потоп мог тоже возникнуть из-за падения небесного тела. Есть несколько мифов о всемирном потопе, в котором говорится примерно одно и то же. Молнии, раскаты грома, нечто, напоминающее цунами, и что-то вроде горящих камней, которые падают на Землю. Не зная, как объяснить катаклизмы, люди приписывали их потусторонним силам. Яркий пример – озеро Светлояр в Нижегородской области. С этим местом связывают таинственное исчезновение града Китежа, по легенде, ушедшего под воду вместе с жителями и покорившимися войску Батыя. Есть и более ранний марийский миф. Здесь когда-то жило какое-то племя панов, и это племя не поклонялось марийским богам. И тогда марийская богиня Девка Турка обиделась, ну как бы, остердилась на это племя и послала своего коня, гигантского коня, высотой до небес, который изрыгал огонь и который скакал по этим территориям. И там, где копыта ударяла в землю, там образовывалось озеро. По всему миру вы услышите множество историй о драконах, которые, пролетая по небу, разрушали землю. Я думаю, что изначальные истоки этих легенд пришли к нам с метеоритами. Здесь, в России, также существуют сказки об огненных птицах и драконах. Падение метеоритов – явление довольно частое. Но в отличие от мертвой Луны, где кратеры все как на ладони, на Земле все космические раны быстро затягиваются ветром и дождем. Поиск кратеров – это как один из способов оживить в памяти людей прошлое. Даже спустя века современный мир отразить космическую угрозу пока не в силах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok